Красная Поляна и Роза Хутор И очень хочу, чтобы это чувство гордости наполняло всех тех, кто будет приезжать сюда И не только любоваться этим, но и пользоваться столько, сколько угодно Приезжайте на Красную Поляну, здесь правда здорово Впечатляет, горы красивые, высоко очень, закатился бы здесь Хочу тоже вырасти, поучаствовать в День-Олимпиаде, может не на этих трассах, но на похожем Я тут думаю, надо прожить неделю-две, чтобы все это оценить, понять и вообще осознать, что это за красота такая И есть надежда, что вот у нас в 19-м году универсиада тоже небольшой толчок развитию города и спорта зимнего даст Я думаю, что любой человек, который приедет в Красную Поляну, поднимется по канатно-кресельной дороге И хотя бы на первый уровень уже поймет грандиозность этого проекта Я был в Италии, я был в Швейцарии на горнолыжных курортах, но могу сказать, что то, что я увидел здесь, по-настоящему удивляет Здесь совершенно не хуже, может быть даже лучше Не буду сравнивать, не хочу сравнивать, но то, что видно здесь, это именно то, чем не только можно, но и нужно гордиться Я очень рад, что у нас есть такое место А еще обратите внимание на то, сколько здесь туристов Я вам могу сказать, если такой наплыв людей вне сезона, вы можете себе представить, что здесь зимой? И когда мне говорят о том, что олимпийские объекты будут пустовать, я вам точно скажу, я не верю Не будут они пустовать, а что им пустовать, красота-то какая, смотрите Я лыжник, люблю кататься на лыжах И у меня сейчас, вот я смотрю на весь этот размах, огромное желание покататься И очень жаль, что мы не приехали сюда где-нибудь в октябре-ноябре Мы бы сейчас прокатились Тут перепад высот, трассы хорошие На зиму мы уже узнавали, на зиму мест нету, все раскуплено, все забронировано Сейчас уже? Да, уже сейчас, уже нету свободных мест, все У меня в голове гордится одна фраза Вот, когда хотим, когда надо, тогда мы можем Даже если вы не катаетесь на доске или горных лыжах, сюда стоит приехать хотя бы потому, чтобы просто погулять по облакам, в буквальном смысле Россия красивая страна, и нам нужно развивать туризм Глядя на эти горы, понимаешь, что потенциал большой Нужно развивать, развивать, привлекать западных туристов Они, я думаю, они оценят Приморский кластер прежде всего поражает своими масштабами 250 гектаров, способные принять одновременно 70 тысяч человек Прямо за моей спиной единственный неледовый дворец Дворец Фишт вместимостью 40 тысяч человек Там открывалась и закрывалась Олимпиада Но сейчас здесь идет реконструкция, потому что по требованию FIFA вы знаете, что у нас впереди чемпионат мира по футболу Так вот, стадион должны увеличить до 45 тысяч человек А вот вам интересный факт Знаете ли вы о том, что тендер на строительство Олимпийских объектов вначале выиграла компания из Великобритании Но когда специалисты компании приехали сюда и начали вбивать первые сваи, сваи просто уходили под землю Болотистая местность строить невозможно, сказали британцы В итоге пришла наша компания и построила И я вам скажу, неплохо получилось Стена чемпионов Олимпийских игр Их имена навечно внесены в историю спорта Справа олимпийцы, слева пара олимпийцев Монументально, есть чем гордиться, точно Ну а для нас, для красноярцев эта стена особая гордость Заварзина, Алюнин, Третьяков, Виктор Вайл, Евгений Устюгов, Дима Труденков, тебе особый привет Алексей Бугаев, тоже Алексей Это ведь твой практически напарник Ну да, он с моей группой занимается, со мной одного тренера, Виталий Виталий Николаевич Импов Ну а это, наверное, самое популярное место на площади Совершенно понятно, олимпийские кольца Вот круглые сутки практически к ним стоит очередь из желающих сфотографироваться Нам удалось Ну а уже через несколько недель эти трибуны вновь наполнятся болельщиками Теми людьми, кто будет внимательно смотреть, как по этим трекам будут гонять гонщики в Формулу-1 Только один ледовый дворец большой занимает площадь 13 гектаров Его высота 40 метров И это действительно уникальная архитектура Ни одного подобного сооружения в мире нет Если приглядеться, маленькие точки это 38 тысяч светодиодных лампочек Которые в тот момент, когда загорались, представляли себе, пожалуй, самое большое в мире полеэкран Готов поделиться с вами еще одним большим секретом Только никому не рассказывайте Знаете, почему сидения в зале раскрашены в разные цвета? Для того, чтобы по телевизионной картинке было ощущение полного зала Были опасения, что стадион не соберет такое количество народа Но опасения не оправдались Невозможно было купить билет сюда во время Олимпиады Узнать о том, что интересного есть в том или ином месте, проще всего с мобильным интернетом Мы используем мобильную связь и 3G от федерального оператора Теледва Который предоставляет свои услуги теперь и на территории Красноярского края Зарекомендовал себя хорошо И где, где связь хорошая, то она работает хорошо То, что строился Олимпийский объект с перспективой развития на будущее То есть это дальновидность проектировщиков И, можно сказать, долгосрочное вложение финансов в этот объект Мы выиграли Олимпиаду, потому что сильно хотели И вся страна хотела И знала, потому что знала, что эта Олимпиада наша Она проходит у нас, в России Мы не могли ее проиграть И все-таки жителям Сочи по-хорошему можно позавидовать И не только потому, что у них была Олимпиада И они увидели это все своими глазами Но и потому, что у них осталось такое шикарное постолимпийское наследие Хотя, почему только жителям Сочи? Всем нам повезло, ведь Сочи-то у нас в стране Это наша Сочи Вперед гордость за отчизну, за наш морской флот Нереально, просто нереально Партнеры проекта Компания «Артик Тракс Россия» Расширяй свои границы Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов» Оптика с именем 292-03-74 Страховая группа «Надежда» Оформи полис страхования имущества И выиграй один из трех автомобилей Официальный оператор мобильной связи автопробега Оператор с низким уровнем цен «Теледва» «Теледва» честно дешевле